Девушки отдыхают 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 Например, там кадр по центру, или симметрия, или камера, которая прямо идет за героями крупным планом. Вот понятно, что это его узнаваемость, что его сразу можно узнать, но нет такого, что он использует все время одно и то же, и как бы этим ограничен его весь функционал как режиссера? Ну, я так не считаю. Мне кажется, это наоборот какая-то вот, ну, скажем, фишка, да, допустим. Ну, для сравнения, в литературе Достоевский. Ты читаешь произведения, ты сразу понимаешь, что это Достоевский, но каждый раз тебе интересно читать заново-заново. Вот здесь, мне кажется, то же самое абсолютно. Ну, нельзя сказать, что он прямо вот что-то одно делает хорошо, а другое не умеет? Ну, я бы не сказала, что он заложник каких-то своих вот рамок, своих каких-то стереотипов. Мне кажется, это человек, который имеет свою фишку, свои какие-то определенные черты, следует этому. И, ну, что не фильм, то попадание, ну, я бы так сказала, да, вот. Ну, с другой стороны, да, не кажется, что предсказуем. Когда начинаешь смотреть какой-то его фильм, это всегда какая-то новая история. Пусть даже используют там одни и те же материалы, ну, одежда, например, у нас, она вся разная, но материал всегда один и тот же. Вот так же и у него получается, что постоянно какие-то новые, причем даже в проблематику новую лезет. В одном фильме там это «Остров собак», например, там какая-то политическая подоплека. В другом это отношения, там первые зарождающиеся отношения детей, как в «Королевстве полной луны». Здесь у нас совершенно другая проблематика, связанная вообще с историей и личностью. Ну, даже цветовая гамма, да, допустим, ты только смотришь, ты понимаешь, что это Андерсон, но в то же время это, ну, это круто. А что ты понимаешь по цвету? Каким именно образом ты можешь распознать, что это его цвета? Яркая цветовая гамма, вот, ну, по фильму, по крайней мере, да, только видишь, допустим, яркие оттенки, там, красный или наоборот, все в пастельных тонах, да, все, ты понимаешь, что вот этот человек, это стоит остановиться, пульт выбросить куда-то подальше на ближайшие два часа и остановиться на этом. Ну, вот мне кажется, как раз не яркие, ну, наверное, да, яркие, но они такие все теплые очень. Да, да, они располагающие. Прямо хочется смотреть и наслаждаться самой картинкой, можно даже выключить. Это не город грехов, да, где ты смотришь, там, яркий желтый, яркий красный, такой немножко раздражающий. Яркий черный. Яркий черный, да, он раздражающий немножко. А здесь оно так, заходит. Мне кажется, это еще и такой режиссер, который очень модный, особенно в таких кругах, которые хотят быть тоже модными, хотят быть такими а-ля эстеты, поэтому если вы из таких людей, которые хотят козырнуть чем-нибудь таким эдаким в компании, то... А не только посмотрев фильм «Шаг вперед», да, и кто-то так. А я смотрел «Отель Гранд Будапешт». Да, но те, кто смотрел фильм «Шаг вперед», могут его и не понять, что за... Где наши нормальные фильмы. Танцы, первый, второй, третий. Да, со звездами, вот это я смотрел, а не эти ваши отели. Знаю только «Отель Аист». Ну что, до фильма остается совсем мало времени. У вас есть, наверное, еще полминутки для того, чтобы налить себе чай в стакан, для того, чтобы взять печеньки. Мы уже готовы. У нас, да. Теперь мы подготавливаем наших зрителей и вместе с ними на одной волне посмотрим сейчас «Отель Гранд Будапешт». Встретимся примерно через два часа, ну и обсудим, что мы увидели. А вы можете, если смотрите на YouTube, заходить в комментарии, оставлять их. Будем пробовать сделать какой-то интерактив и в следующих выпусках озвучим их, даже если они негативные. Вот несмотря на то, что все приемы Андерсена мы знали, мы смотрели предыдущие фильмы, сейчас этот мы уже пересматривали, но при этом все равно можно удивиться каждый раз. Нет такого, что то, о чем мы говорили перед началом, что это всегда новая история. Это открытый показ. Здесь мы в студии обсуждаем, пьем чай, обсуждаем фильмы, которые только что посмотрели с нами. Сегодня был «Отель Гранд Будапешт» и в студии Вадим Гачков и Ирина Полесь. Как тебе фильм, первые впечатления? Я каждый раз в восторге от него, если честно. Пересматриваешь, наверное, я его смотрела уже вот сейчас, наверное, третий раз, и все равно каждый раз какие-то новые детали ты отмечаешь. Вот все равно обыстреливает. Да, вот мне кажется, если такие фильмы с таким цветовым оттенком смотреть на ночь, то получается очень такие будут хорошие, приятные, теплые сны, потому что всегда вот эта палитра, она прям может даже усыпить может. Ну мы не спали, фильм-то интересный. Да, да. Но после, вот сейчас можно было спокойно ложиться, я вот сейчас захочу с тобой разговор, и сразу банки прямо здесь. Ну это даже несмотря на то, что были сцены такие достаточно жутковатые. Ну бывает, да. Прям если бы это был фильм ужасов и подано по-другому, то можно было прямо… Другая музыка, получился бы хоррор такой. Да, когда голову достают женщины из коробки. А пальчики? Пальчики вообще… Ну вот смотри, мы говорим об этом и улыбаемся. Это тоже показывает то, каким образом режиссер смог преподать вроде такие страшные вещи. Наверное, кто-то сейчас смотрит, как в таких вещах можно говорить со смехом. А вот посмотрите фильм, и тогда вы все поймете. И спросите Андерсона, как можно в таких вещах говорить со смехом. Медообразная сказка. И даже на сказку нам намекает вот это непонятное течение времени. Начало фильма – это современность, где показывают автора книги. Потом нас тут же пересылают, не дают ни с кем познакомиться там на 20 лет назад, где уже сам автор. Тот нам рассказывает свою историю тех событий, которые ему тоже кто-то рассказал. Мне кажется, это такая защитная подушка безопасности, что наша история может быть сильно выдумана, сильно где-то там приукрашена, потому что это все как будто бы пересказано третьими лицами. Ну и в то же время это очень интересно. Честно, я не люблю фильмы, где тебе вот просто на блюдечке сразу преподносят от начала до конца. Мне нравится, где нужно... История, где нужно покопаться немножко, то есть включить... Ты любишь, когда вот по времени так все это сложно сделано. Мне нравится. Наверное, Кристофер Нолан твой герой. Наверное. И вот с одной стороны у нас концовка трагичная, хотя нам ее и не показали. Хоть здесь нам не показали расстрел человека. Но с другой стороны все это как будто бы пропитано таким оптимизмом. Опять же, все это из-за подачи. Потому что наш консьерж, его-то расстреляли в итоге. Ну, месье Густав, это... Да, его духи, которые... Эти детали у Ландерса. Ну, классные. Ну, вообще, он просто классный. Общение с богатой вдовой. Да, и вообще с женщинами. Но, в принципе, вообще актерский состав я когда увидела на экране все, кто появляются, у меня прям... Все, остановись мгновение. Они все в такой форме красивой, с такими усиками, шикарными и бесподобными. Да, 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 усики это вообще отдельно. Это замечательно. Кстати, усики, ты помнишь момент, когда мальчишка рисовала все усики? Вот я подумал, а почему бы и нет? Почему бы не ввести это в моду? Почему брови рисовать нормально так нет? Ну, что ты намекаешь? Ну, у тебя брови свои? А у кого-то нет. Конечно. Вот у меня усы свои, а у кого-то, может быть, тоже и хочется. Борода настоящая? Борода? Настоящая, настоящая. Да. А еще момент в трамвае, когда... Ну, опять же, тут в открытом показе я люблю на всякие детали обращать внимание и сравнивать их с тем, что сейчас у нас или вообще с современным миром. Когда в трамвае они едут, это какие-то 30-е годы. При этом там уже есть табличка, которая говорит, какая остановка следующая, и она сама автоматически меняется. Вот я думаю, я в троллейбусе у нас еду, и не везде даже работает сейчас в современном мире. Эх, эх, незадача. Я не знаю, а куда мне идти, а без этой таблички-то никак. Просто выхожу на остановке, да? На любой. На любой. Иду пешком. Че садился тогда вообще? Гулять полезнее, чем ездить? Ну, на балку, например, гулять, знаешь ли. Ну, по мне видно, что я не особо и гуляю в последнее время. Я просто постоянно смотрю Андерсона, да? Опять же, перекликание с тем, что сейчас происходит, с пандемией. Там тоже это есть. Угу. Вообще, я смотрю фильмы и вижу, что вот это перекликание, это не просто, когда там про карантин рассказывают. Здесь они прям такие мелкие детали. Например, тут тоже было про какой-то, скорее всего, выдуманный прусский грипп, может быть, там на испанку какой-то намек. Но там тоже он был, и там тоже была эпидемия всемирная. Ну, опять же, тонкая и не в лоб, как бы, ну, это тоже такая режиссерская черта. Про это ничего не рассказали, но как бы упомянули, это интересно, что как бы одни и те же проблемы во все времена. Но мы будем надеяться, что наша проблема скоро решится. Да, надеемся на это. Главное мыть руки и не пить из одних чаш. И провакцинироваться. Поэтому меняться не будем. Да? Я уже не поменялся, а провакцинировался. Я пересмотрю потом. А вдруг чашки все равно поменялись. А ты не узнаешь, не одинаковые. Я отсмотрю, видеоаряд. Андерсен, это же не только он визуально все это показывает. У него еще какие истории постоянно. То есть сценарно там тоже все прописано, и все это гармонирует с кадром. То есть мне кажется, там не просто раскадровка, там еще и по мысли все это у него должно быть изначально подготовлено. Да, это человек, ну как говорят, что если бы он не был режиссером, он бы был просто наикрутейшим дизайнером или декоратором. Потому что настолько все это выставить, выверить, надо быть таким очень доточным, мне кажется. У него даже, ну понятно, что он часто играет на обмане ожиданий, когда там, например, кто-то играет в баскетбол и тут же пробегает там стадо коров. Допустим, не было такого. И забивает при этом. Для примера просто. Ну или у него юмор даже иногда подается просто камерой. Когда мальчишка подходит к воротам большим, огромным таким, и стучится, стучится, ему никто не открывает тюрьмы, где сидит месье Густав. А камера сдвигается вот ровно на столечко, чтобы показать, что там была еще дверка как раз, куда и надо было стучать. Просто маленькое движение камеры полмиллиметра, а столько юмора в этом, нужно насмеяться вдоволь. Мне очень нравился именно момент побега самого подготовки в этом инструменте, в этом пироженном, которое никто не, не дай бог, разбить пироженку, которую принес самый классный кулинар, кондитер. Ну и при этом сцена побега, когда они все продумали, когда все уже готово, они уже на улице, и надо выяснить отношения, там, как дела. При этом, да, стоит транспорт, ждет, и все как бы. Это, конечно, интересно очень. Ну что, я думаю, что можно уже резюмировать. Я думаю, фильм это из тех, которые, ну прям можно сказать, что какие-то великие. Почему нет? Почему только говорить о том, что было когда-то в прошлом, придавать этому значение величия. Я думаю, что это очень хороший фильм. Про который стоит посмотреть. Как говорит Антон Птушкин, мой рекомендацион. Вот можно сказать, что этот фильм, это мой рекомендацион. Ну вот если вы нас смотрите на Ютьюбе и только что не смотрели вместе с нами этот фильм, то обязательно посмотрите его, потом возвращайтесь снова к нашему обсуждению. Было интересно. Это был фильм «Отель Гранд Пудапешт», это был открытый показ в студии. Для вас его обсуждали, но и заодно попивали чай Вадим Гачков и Ирина Полесико. А мы с вами увидимся ровно через неделю. Пока.